Уважаемые коллеги, добрый день еще раз. Я присоединяюсь к словам Марии Сергеевны, которая поблагодарила вас за то, что вы здесь с нами в воскресный день. Мы от почек спускаемся к осложнениям нижних конечностей, и мое сегодняшнее выступление будет касаться, пожалуй, самого малоизученного, редкого, но очень инвалидизирующего и тяжелого осложнения сахарного диабета, как диабетическая остеоартропатия, которая, в общем-то, нам в основном известна под названием стопа Шарко. Название это связано с именем французского психиатра и невролога Жан-Мартена Шарко, который в 1868 году впервые описал такие характерные изменения крупных суставов при третичном сифилисе. И это означает, что вот такое осложнение, как нейроостроартропатия, встречается не только при сахарном диабете. Вот действительно, посмотрите список довольно внушительных заболеваний, при которых может встречаться такое осложнение. Все эти заболевания очень разные, теологические, разные по распространенности, но объединяет их, в общем-то, патологическое воздействие на периферическую нервную систему, то есть на развитие нейропатии в каком-то из осложнений этих заболеваний. Поэтому при каждом из них может развиться такое осложнение. Но каждая нозология имеет свое очень характерное проявление этого процесса. Например, при третичном сифилисе, с которого и началось описание этого осложнения, поражаются крупные суставы. Это колено, тазобедренные, при сирингомелии напротив верхние, плечевые, локтевые и шейные. Ну а при сахарном диабете это суставы голеностопные и суставы стоп. Что касается сахарного диабета, то впервые упоминание о вот таком вот поражении голеностопного сустава у 56-летней больной было описано, зафиксировано, вернее, в литературе на 1936 году американским хирургом Джорданом. Значит, достаточно долго не было никакого определения этого осложнения. В общем-то, каждый определял его, как хотел. Но, к счастью, вот в 2016 году в таком международном согласительном документе, который мы пользуемся, дано его определение. Уже вот оно, собственно, на вашем экране, на экране, на слайде. То есть, что же такое стопа-шарко при диабете? Это поражение костей, суставов и мягких тканей стопы и голеностопного суставов, неинфекционной природы на фоне нейропатии с признаками воспаления в острой фазе. Ну, немножко такое сложное, на первый взгляд, для восприятия определение. Однако в нем заложены основные такие патогенетические механизмы развития осложнения. Что касается патогенеза. Дело в том, что он не изучен до конца. Вопросов очень много. Существует несколько теорий развития осложнения. И я постараюсь сейчас вот в двух, в трех слайдах изложить такую основную концепцию, совместив все эти теории. Но, повторю, это такими широкими мазками и очень схематично. Итак, в основе осложнения, как уже было сказано, лежит нейропатия, которая, в общем-то, как мы знаем, имеет несколько своих проявлений. Это сенсомоторная и автономная. Вот следствием сенсомоторной нейропатии является в первую очередь, если мы говорим об этом осложнении, слабость связочного аппарата стоп. Это приводит к нестабильности их суставов. То есть суставов много в стопе, и они становятся нестабильными и разболтанными. С другой стороны, автономная нейропатия приводит к образованию артериовенозных шунтов. Это доказано многочисленными исследованиями, которые, в свою очередь, усиливают кровоток, включая костную ткань. И, в общем-то, вот этот усиленный кровоток приводит к деминерализации ее и к развитию остеопеней. Таким же эффектом обладает наличие длительно существующего инфицированного язвенного дефекта, который также приводит к увеличению кровотока и возможной деминерализации костной ткани. Значит, вот все эти ситуации, которые были перечислены мной в предыдущем слайде, они делают стопу уязвимой, очень уязвимой к развитию внешней травмы. Внешняя травма может быть, в общем-то, любого воздействия. От минимального какого-то просто дотрагивания, ну, я так условно говорю, до какого-то твердого предмета до действительно настоящей травмы. То есть травмирующий агент может быть любым. И, может быть, если в обычных условиях такая травма не приведет к каким-то катастрофам, то у больного с таким фоном это, конечно, вызовет проблемы. То есть это дегенерация и подвывихи суставов стоп. Ну, основная проблема даже не в том, что это развивается, а в том, что, в общем-то, пациент продолжает наступать на эту ногу. Потому что в обычной ситуации тоже у людей, в общем-то, и связки разрываются, и ноги ломаются, и стопы включают там мелкие эти кости. Однако это сопровождается очень сильным чувством боли, поэтому человек просто не может наступать. И, в общем-то, процесс, это такое вот природное защитное чувство боли, которое не дает распространяться осложнению дальше. У больных же диабетом вследствие того, что чувствительность отсутствует, в общем-то, они продолжают спокойненько наступать на вот эти вот поломанные ноги с разорванными связками. И поэтому все это, в общем-то, и приводит к развитию вот этого осложнения под названием стопа-шарко. Ну, в чем тут проблема основная? Первый вопрос, который сразу напрашивается, когда мы смотрим на эту схемку. Ну, во-первых, сенсомоторная нейропатия – это самое распространенное осложнение сахарного диабета. При этом стопа-шарко развивается очень редко. Я намеренно не привожу цифры распространенности, потому что их просто нет, никто никогда не может посчитать, сколько же, какова же истинно распространенность заболевания фигурируют цифры от 0,5% до 1,5%. То есть осложнение развивается редко. Возникает вопрос, то есть почему при таком частом, так сказать, большом проценте случаев наличия сенсомоторной нейропатии у такого небольшого количества людей развивается осложнение. То есть, вероятно, существует какое-то сочетание факторов, которые к этому приводят. Второй компонент – это, собственно говоря, вот этот пресловутый артериовенозный шунты, которые увеличивают, действительно увеличивают кровоток местный, локальный. Однако вот таких убедительных данных, которые бы связывали это увеличение кровотока с наличием остеопеней, нет. И противопоказаний каких-то противоречащих данных нет, но и убедительных доказательств нет. Поэтому это такая первая вилка, с которой мы сталкиваемся. Но тем не менее, в общем, схема, она, опять-таки, повторюсь, очень схематично выглядит так. Однако вот такая вот основная интрига, такой сценарий, он, в общем-то, разворачивается на молекулярном уровне. Ну и что здесь происходит? Дело в том, что перелом, любой перелом и любая травма, она сопровождается высвобождением в кровоток провоспалительных цитокинов. Собственно, это и является причиной такого неинфекционного воспаления. В свою очередь, все эти провоспалительные цитокины являются причиной повышенной экспрессии факторов. Вот они тут ранкл и л, и там факторы некрузоопухоли, факторы каппа-бета и так далее. То есть все эти вот компоненты, они обладают такой про-остовокластической активностью. То есть они, в общем-то, приводят к тому, что активизируются процессы резорбции. Это, коллеги, повторю, это все в норме происходит. То есть, ну, в норме это длится процесс очень кратковременно, потому что тут же включаются контрмеханизмы, тут же включаются механизмы, которые способствуют синтезу. И, в общем-то, процесс выравнивается, и начинается нормальный процесс синтеза костной ткани, если она повреждена. Сразу хочу сказать, все, что касается костей, даже у больных таких молодых, без диабета, без сопутствующей патологии, это всегда долго, это всегда многие месяцы на восстановление, на сращение. Что же у больных диабетом? У больных диабетом эта ситуация не прекращается, потому что они продолжают пользоваться вот этой поломанной, так сказать, поврежденной стопой, и поэтому это воспаление, оно, в общем-то, не перестает, то есть из кратковременного оно, в общем-то, превращается в такую долговременную хроническую ситуацию. Это, конечно же, приводит к уступеней, к дальнейшему повреждению следующих костей, и, в общем-то, процесс, он вот такой вот, собственно говоря, не имеет конца, такой замкнутый круг. Это вот так называемая воспалительная теория развития осложнения, и, конечно же, мы сейчас об этом будем говорить. Первое, что нужно сделать, это остановить порочный круг, то есть остановить, в общем-то, вот этот вот выход вот этих провоспалительных цитокинов в кровоток. Ну, повторю опять, это все, в общем-то, вот пока на сегодняшний момент выглядит так, но вопросы есть к этому патогенезу, и, в частности, к этой теории тоже. Что касается клиники, то, в общем, различают две стадии основные. Это острая и хроническая. Конечно, в общем-то, просто напрашивается такая подострая стадия перехода острой в хроническую, но ее вот в настоящее время не выделяют. То есть мы вот такие вот две стадии у нас. Значит, клинические проявления, они очень характерны. Это отек, деформация и гипертермия. Вот в зависимости от того, где локализован процесс, будет и вид стопы. Там будет отек, там будет и деформация. Существует такая анатомическая классификация по тому месту, где возникло повреждение. В общем-то, их пять таких вот локализаций, в общем-то, описано. По нашим собственным данным, чаще всего процесс локализуется в области сустава Лисфранка. Это 50%. На остальные локализации приходятся вот какие-то такие единичные цифры. Значит, дальше что мы делаем? То есть когда вот доктор видит такую горячую отечную стопу, любой доктор, абсолютно любой, в общем-то, первое, что он должен сделать, это первый такой уровень диагностического поиска, отправить пациента на выполнение энгенографии. Значит, и здесь, конечно, если мы видим вот такую картину, вы видите вот такая дезорганизация, остеолизис, остеоастеиты, то есть вот особенно в прилегающих к суставам частей костей, то, в общем-то, обычно сомнений никаких не возникает ни у кого о том, что это такое, что мы имеем дело, в общем-то, вот другой с ним. Другая локализация. То есть на рентгене это всё видно очень чётко. Дезорганизация, фрагментация, остеолизис и остеоастеиты, возможно, в общем-то, в очень таких иногда причудливых сочетаниях. Значит, вот в такой ситуации, собственно говоря, проблем не возникает. Значит, пациенту немедленно назначается режим разгрузки, я об этом скажу чуть позже. Но вопросы возникают в другой ситуации, когда рентген оказывается негативным. Дело в том, что для того, чтобы развились вот такие серьёзные изменения, на рентгене должно пройти время. Это недели, иногда и месяцы. И, в общем-то, к сожалению, к большому пациенты чаще всего и приходят в этой стадии. Но вот случаются такие вот, собственно, чудесные случаи, когда это, в общем-то, происходит раньше, и рентген бывает негативным. Вот здесь возникают вопросы, что это, с чем мы имеем дело. То есть на рентгене ничего нет, но стопа отёчная, горячая, и, в общем-то, может быть, кстати, быть и недеформирована. Вот в такой ситуации пациенту необходимо назначить МРТ стопы, потому что этот вид исследования обладает наибольшей диагностической информативностью. И вот здесь, даже при нормальном рентгене, вы видите, в общем-то, МРТ, оно, в общем-то, способно выявить отёк костного мозга. Это и есть проявление вот этого вот ранних стадий такого воспаления неинфекционного, когда реагирует костная ткань на наличие каких-то микротравм. И если в заключении у вас написано, что есть отёк костного мозга в любой локализации, это означает, что вы имеете дело со стопой Шарко, но с рентген-негативной стадией. Значит, забегая вперёд, скажу, что это самое благоприятное время для начала терапии с наибольшим положительным прогнозом и так далее. Поэтому, ну, это случается редко. Таким образом, вот если у нас МРТ положительный дает результат, то, в общем-то, пациент ведётся, естественно, как пациент со стопой Шарко, потому что это она и есть. Если же МРТ отрицательная, то есть не описывает специалист наличие отёка костного мозга, скорее всего, это не стопа Шарко, и нужно ввести дальше диагностический путь, с чем может быть связан такой отёк и деформация. Значит, переходя к лечению, значит, у лечения вот этого осложнения есть цели, есть задачи, есть методы, как, в общем-то, наверное, у научной работы какой-то. Значит, какое лечение преследуем мы, вот занимаясь такими пациентами? Основная цель – это сохранение опорной функции стопы. Вот другой цели никакой у нас нет. То есть пациент должен уметь, ну, скажем, мы должны создать условия, чтобы он мог пользоваться своей стопой. Как этого можно достичь? Ну, во-первых, перевод острой стадии в хроническую. Что это означает? Это означает, что вот этот вот порочный круг с бесконечным выходом провоспалительных цитокинов в кровоток должен остановиться, чтобы наконец-таки создались условия не для резорпции, а для синтеза. Второе, что тоже мы преследуем, так сказать, назначая тот или иной вид лечения, это предотвращение деформации, которые, естественно, развиваются при вот такой вот, собственно, полной дезорганизации костно-суставных изменений в стопе. Далее, что мы должны, в общем-то, обеспечить безопасность ходьбы. То есть пациент должен нормально ходить. То есть, ну, об этом я скажу чуть позже. Также лечение преследует целью профилактика рецидивирующих язвенных дефектов. Вот теперь, каким образом достичь всех этих, так сказать, задач и основной цели? Ну, единственный метод лечения данного осложнения, подтвержденный, собственно говоря, который, в общем-то, действительно в мире используется, это разгрузка пораженной конечности. То есть, если мы вспомним патогенезы, вообще развитие всего, вот всего сценария этого, так сказать, осложнения, естественно, первое, что нужно сделать, это остановить процесс, то есть остановить развитие дальнейших переломов, вот этих вот разрывов связок и так далее. То есть нужно разгрузить пораженную конечность. Это можно сделать, ну, стандартные индивидуально-разгрузочные повязки, можно ортезы. Вот на слайде вы видите, это такие вот индивидуально-разгружающие повязки, они делаются из современных пластиков, делаются врачом на приеме. Вы видите, можно даже двух ног это, в общем-то, делать, использовать. Двустороннее шарко тоже не такая уж и редкая ситуация. Используются ортезы. То есть вот на этом слайде, например, вы видите, что двухстороннее шарко, то есть у пациентки, и тут усилен режим разгрузки, эти разгружающие повязки одеваются еще и в ортезы. То есть, ну, здесь вот нет такого единого мнения, что это нужно делать обязательно. Пока вот, в общем-то, данные только набираются, включая наше отделение, мы вот по предварительному такому нашему мнению, все-таки вот такая двойная разгрузка, то есть и повязки, и ортез, она, конечно, приведет к лучшим результатам. А лучший результат это что? Это более быстрая остановка процесса, то есть быстрый перевод устрой стадии в хроническую с минимальным количеством деформаций. Но пока это только предположение, тем не менее, вот такой вот вид разгрузки есть. Поэтому это основное лечение, повторю, это разгрузка. Разгружать нужно чем угодно, если кто-то не умеет идти, до того, как, собственно, пациент будет направлен в специализированное учреждение, можно использовать костыли, можно постельный режим, что угодно, кресло-коляску, но нужно, собственно говоря, всеми способами пациента удержать от того, чтобы он нагружал вот эту вот поврежденную ногу. Значит, что касается медикаментозной терапии, ну, опять-таки, учитывая вот этот весь такую схему патогенеза, в общем-то, очень логично было бы назначить препараты, которые обладают антирезеративным действием в первую очередь, там, обисфосфонаты, кальцитонин, там, что угодно. И витамины группы D, и препараты, содержащие кальций. И вот мнение было, вернее, вот такая теория, что парад гормон способен каким-то образом повлиять на вот эту ситуацию костного обмена, которая бы, в общем-то, ускорила процессы консолидации. Собственно, цель медикаментозной терапии – это просто ускорение процессов консолидации, потому что всё происходит очень долго. То есть вот эти вот все препараты, они, в общем-то, рассматривались и рассматриваются до сих пор в плане того, насколько целесообразны и эффективны их использования при осложнении. Но, к сожалению, вот или к счастью, я уж не знаю, в настоящее время данных, которые бы подтверждали их эффективность, нет. Поэтому ни один из проектов, в общем-то, не подтвердил преимущество назначения препаратов вот этих вот, перечисленных мной, в отношении тех ситуаций, когда они просто не назначаются. То есть сроки одни и те же. Поэтому пока мы не назначаем, вот, собственно говоря, никак медикаментозно не поддерживаем, потому что в этом, получается, нет никакого смысла. Вот в прошлом году буквально было доложено большое исследование многоцентровое о неэффективности использования парад гормона. То есть пока получается из консервативных методов лечения мы можем назначать и лечить только разгрузкой пораженной конечности. И здесь я просто тоже хочу сказать, а тем более всевозможные капельные вливания с известным набором, там, я не знаю, физиотерапии, иногда вот просто удивляешься фантазии врачей, то есть как они хотят эту ситуацию разрешить. Конечно, всего этого делать ни в коем случае не нужно. Всё, что нужно пациенту, это покой его ноги, ещё раз повторю. Значит, следующий вопрос, который, в общем-то, встаёт перед врачами, когда мы имеем дело с такой категорией больных, это хирургическое лечение. Во-первых, выполнять его или не выполнять. И если принимается лечение о том, что, вернее, решение о том, что нужно выполнять, то когда его выполнять? Пока, вот знаете, здесь вопрос, это уже, конечно, узко такая специализированная тематика, которая обсуждается в таком экспертном сообществе. Пока единственное, в чём нет никаких разногласий, это в том, что нужно немедленно принимать хирургические методы лечения при повреждении, при нарушении на уровне голеностопного сустава. Вот здесь действительно все сходятся в мнении, что это нужно делать сразу, быстро, максимально быстро, и, в общем-то, не ждать никакого перехода ни в острую, ни в хроническую, то есть вести больного ровно так, как будто у него вот это не стопа-шарко, а просто вот повреждение голеностопа. Но здесь вопрос коллеги сразу встаёт, а, собственно говоря, где найти ортопеда, который будет этими больными заниматься? Он, в общем-то, перед нами тоже очень долго стоял, то есть, естественно, ортопеды эту патологию плохо знают, боятся, и вообще сахарный диабет, это для них как-то звучит очень устрашающе и очень неохотно, они, в общем-то, за этих пациентов берутся. К счастью, у нас в Москве, в общем-то, оперируют, вы видите, вот тяжелейшая ситуация, это поражение голеностопного сустава. На рентгенологическом снимке вы видите, что, в общем-то, выполнен артродез, интрамедулярный синтез, то есть, в общем-то, ну, отёк это послеоперационный отёк, поэтому он так вот выглядит. Но, тем не менее, основная цель достигнута. Пациент, опорная функция стопы сохранена, мы не можем его даже вызвать к себе, чтобы сфотографировать, что к нему сейчас-то несколько лет назад было, потому что он работает, работает охранником. В общем-то, с одной стороны, плохо, конечно, что мы не можем его, так сказать, запечатлеть, что с ним сейчас, с другой стороны, наверное, хорошо, потому что, в общем-то, его всё устраивает, он ходит, там, обувь, безусловно, ему подобрана. То есть, вот с голеностопным суставом всё понятно. Это должен делать сразу и должен делать ортопед. Вот непонятно с такими ситуациями, когда вот есть, в общем-то, и язвенный дефект, и деформация, и, в общем-то, такие пациенты очень тяжёлые. Я хочу сказать, что до недавнего времени вот такие ситуации, они нами и хирургами гнойными, они велись консервативно. К сожалению, вот эта ситуация, она, в общем-то, закончилась высокой ампутацией, потому что консервативное лечение, оно неэффективно. Раны не заживают, и со временем, видите, на рентгене там совершенно уже невозможно даже понять, где какие суставы и кости. Всё это, когда инфицируется, то, в общем, справиться с этой ситуацией невозможно. Вот здесь была ампутация. Поэтому наше мнение было всё время такое, что такие больные должны однозначно лечиться совместно с ортопедами. Вот посмотрите, вот, собственно, вот, например, в этой ситуации, какое количество народу, в общем-то, принимает участие для того, чтобы привести в порядок эту стопу. И здесь, причём, у каждого членов, это действительно командный подход, и у каждого представителя команды свои цели и задачи, скажем. Мы, эндокринологи, готовим пациента к оперативному вмешательству, компенсируем его по основному сопутствующим заболеваниям, снимаем остроту процесса. То есть пациент уже готовый в таком вот... Это всё планово делается в основном. А ортопеды и хирурги гнойны, они уже выбирают вид операции. Ну вот и ещё очень важный член команды – это пациент. Естественно, он должен всё исполнять, всё, что вы ему предписываете, потому что можно сделать уникальнейшую операцию, если он не будет выполнять подписанный режим, всё это не будет, собственно, не закончиться ничем. Ну вот эта ситуация, вы видите, она, в общем-то, закончилась хорошо. Опять-таки, это работа совместная и гнойных хирургов, и ортопедов, и операции сложные, с энтомедулярными синтезами и так далее. Пациент обратно возвращается, опять-таки же, к нам, в общем, для того, чтобы эту ситуацию не упустить, потому что она не является константой. Если он не будет соблюдать режим разгрузки, конечно, всё это, в общем-то, будет носить рецидивирующий характер. Значит, то есть вот с этими язвами у нас, например, как-то вопросов нет. Хотя я хочу сказать, что в мировом сообществе здесь, в общем-то, нет единого такого подхода по тому, как этих пациентов лечить, какие виды операции и так далее. Ну вот мы как-то, к счастью, этот вопрос для себя решили. Другой вопрос, когда нет язв, но есть деформация. Вы видите, вот красный в красном круге, это пролоббированный сустав, там под кожей сразу кость. Вот, собственно говоря, естественно, если это не соперировать, возникает язва. Это, в общем-то, дело времени. Поэтому вот здесь уже хирурги спорят, когда и кто должен оперировать. Гнойный хирург, ортопеды и так далее. Но в любом случае оперировать нужно, потому что эта ситуация, она с большой долей вероятности превратится вот в такую. Опять-таки наши хирурги, мы работаем, это уже чисто ортопедическая операция. Вот по нашему мнению, видите, это сложная операция, и стопы сложные. Вот еще вам покажу. То есть, ну вот, собственно говоря, вы сами все видите, это абсолютно ортопедические операции. Но вот здесь как раз-таки ведутся дискуссии. Гнойные хирурги вот считают, что не надо такие сложные операции делать. Нужно просто убирать выступающие кости, формировать плоскую стопу и так далее. Но я думаю, что окончательное слово будет опять-таки за эндокринологами, потому что отдаленные результаты мы отследим и скажем, какой вид операции лучше и так далее. В любом случае, вы видите, вот с гордостью могу сказать, что в Москве, в общем-то, по крайней мере, вот на уровне такого городского здравоохранения эта проблема, она не решена. И таких больных мы оперируем, курируем. В общем-то, количества ампутаций его просто нет после того, как в команде появился ортопед. Прогноз. Прогноз целиком и полностью зависит от своевременности обращения за медицинской помощью. Понятно, если пациент обращается вот с минимальными изменениями, то, в общем-то, и прогноз у него положительный. Вся эта ситуация, она может быть очень в такие непродолжительные сроки разрешена без последствий. А вот если пациент вот так приходит, это не тот, который с голеностопом оперированным, это вы видите, что это достаточно молодая женщина, 31 год. Посмотрите вот на снимок. Ой. Вы видите, там просто уже нет костей. То есть это человек... Причем я хочу сказать, весь трагизм ситуации в том, что пациентка обращалась. Обращалась с самой первой минуты, как возник этот отек. Кому только не обращалась. Пока вот дошла до того, что, в общем-то, костей нет. Посмотрите, как ходит, непонятно совершенно. Но, естественно, прогноз в такой ситуации, он будет совершенно другим. Он будет определяться прежде всего тем, насколько возможно здесь вообще эту ситуацию выправить, и можно ли вообще что-то сделать. И нередко, вот конкретно в такой ситуации, совершенно оправдано выполнение высокой ампутации для того, чтобы человек хотя бы мог какую-то мобильность соблюдать. Более того, я хочу сказать, что это единственная ситуация, вот такая стопа-шарко с нормальным кровотоком, когда оправдано выполнение высоких ампутаций. Но вот эта ситуация, она абсолютно ятрогенная, потому что пациенты обращаются. Они чаще всего обращаются сразу. Дальше уже, в общем-то, собственно говоря, дело за врачами, куда они его отправят. И здесь это наши собственные данные. Вы видите, что по нашим данным, в среднем пациент к нам, к нам вот в отделение, попадает через 288 дней. Это больше 9 месяцев. Как это выглядит? Это выглядит вот таким образом. То есть это 62% уже на стадии фрагментации. Повторю, пациенты, причем подавляющее большинство, они обращаются к эндокринологам сразу, как только понимают, что что-то не то с ногой. А вот дальше их судьба очень разная. Я не знаю, там просто... Иногда бывает так, что даже игнорируют их вот эти жалобы. Собственно, поэтому мы и вынесли вот эту такую узкоспецифичную тему на широкий форум, потому что, в общем-то, они обращаются не к нам в отделение диабетической стопы, а к вам эндокринологам чаще всего. И поэтому ваша задача их просто направить, таскать, специализированное учреждение. Вот если посмотреть, да, вот чем это чревато, вот 43% уже обращаются с такими деформациями, а 16% уже с деформацией и язвой. Естественно, здесь и прогноз другой, и лечение другой, и сроки другие. И поэтому, конечно же, мы призываем всех вот очень аккуратно относиться к таким вот ситуациям, очень, я имею в виду, прицельно, не игнорировать такие жалобы. Ну, могу единственное сказать, что эта ситуация не такая, не характерная для Москвы, для России, она, в общем-то, универсальна. Вот я вам привожу выдержки из американской публикации, где, в общем-то, было проанализировано 22 случая стопы Шарко. Посмотрите, только в одном случае из 22 своевременно поставлен диагноз. В одном из 22. Это даже намного хуже, чем у нас, так бы я сказала. Назначение режима разгрузки в течение 30 дней, то есть вот в этом одном случае, оно было сопровождалось с очень низкой частотой осложнений. А у всех остальных, в общем-то, посмотрите, почти в 70% случаев и язвы образовывались, и инфекции, и прогрессирование деформации, и в 50% необходимо хирургическое лечение. То есть вот что значит своевременное обращение за специализированной помощью. Значит, своевременно это считается в течение первого месяца, то есть в течение 30 дней. Значит, ну и в заключении, так вот подводя итог, что отечная, горячая, деформированная стопа – это очень высокий риск того, что вы имеете дело со стопой Шарко. Значит, первым тестом, основным методом является всё-таки рентгенография. МРТ назначается, если рентген в негативной стадии. И основной метод лечения – разгрузка стопы. Медикаментозная терапия, как я уже сказала, пока не назначается, вопрос открыт, пока вот нет никаких данных о том, что это нужно делать. И, коллеги, самое главное, при любой вот непонятной ситуации, потому что это время, пока вы сделаете рентген, подтвердительное МРТ, направите к специалисту, это всё время, его нельзя терять, поэтому нужно иммобилизовать при любой неясной ситуации, повторю, любым доступным для вас способом. В конце концов, постельные режимы костыли, они, в общем-то, в доступе у всех. Спасибо за внимание и на всякий случай телефон нашей регистратуры, если есть такие бальные.